всем привет меня зовут серёга литовец и мы как всегда на канале мошенники звонят по телефону обязательно после просмотра ставим лайки дизлайки пишем комментарии приятного просмотра доставляла но вы знаете сейчас не очень удобно с вами разговаривать может быть мне позвоните вечером или завтра хорошо смотрите а как я могу вам обращаться ну вы же сказали что я оставлял регистрацию вы не знаете как меня зовут почему я спрашиваю потому что возможно как-то некорректное имя свое или еще что-то из этого переспросил то что у вас там не было истинами манеева да истину да она сама вот все вот правильно хорошо смотрите я с вами будет много времени если вы увидите будет очень хорошо да дальше уже будете заниматься своими делами будет у вас такая возможность скажите скажите мне пожалуйста из какой организации вы звоните что вы из какой организации мне звоните можете мне сказать чтоб я была в курсе институционный проект газпром вы же стали регистрацию должны понимать знаете газпром она же стали но стали регистрация правильно да или вы не помните где регистрация нет конечно я помню да газпром да да хотела да познакомимся с вами немножко начнем с безопасности сколько вам полных лет и граждан какой страны вы являетесь а сколько мне полных лет вы хотите знать да 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 вы знаете этот вопрос платный чего этот вопрос платный если мне заплатить я этот вопрос некоррект почему некорректно слушать вы разговариваете женщина с девушкой и вы задаете такие вопросы олег хорошо творите здесь мы все партнеры дара бизнес-партнеры я не ну и тут нету девушка мужчина нету такого понимаете это вы это вы там партнеры позвонили как клиенту да я еще него я еще не ваша в это вы оставили регистрацию значит вы уже делаете раз чтобы первый шаг чтобы стать с нами партнерами понимаете и на вопрос сколько лет и какого я не вижу вообще никакой проблемы ответить понимает чтобы не видеть я не буду за вами ухаживать или еще что-то право богу за мной ухаживать я буду очень вот хорошо так вы почему не можете ответить на вопрос чем я вам сказал вопрос по возрасту этот вопрос платный платный вопрос а сколько стоит а сколько стоит такая услуга у вас скажите такая услуга стоит десять тысяч если вы мне переведете есть тысячи я вам отвечу сколько не лет хорошо давайте 20 отправлю даром давайте да я вам два ответа я вам то-то два раза вы просто шутите надо надо встали регистрацию там начали запись разговора еще как-то неуместно и не шучу то что касается денег никогда и обязательно записываю то что касается денег обязательно и я имею право его записать я вам никто не запрещал телефон умный вас предупредил о том что ведет запись вот что вообще наша компания наша реклама да почему обратились подливе на к нам о и вы знаете Меня вообще всегда интересовал Газпром. Я хочу влаживаться. Можно? Я вас помню, хорошо. Хорошо, вы для этого обратились. Расскажите, у вас ранний опыт был в этой сфере или нет? Ой, нет, я только теоретик. Я вас помню, хорошо. То есть просто читаете, смотрите, да, но так на практике никогда не пробовали, да? Нет, мне только звонили ваши менедженера и рассказывали про средства и договора. Хорошо, а почему не приступили? Ну, потому что все менедженера бросали трубки, когда я начинала задавать вопросы. А какие вопросы вы задавали? Я боюсь, что если я начну вам задавать вопросы, вы будете терять контакт, будете плохо меня слышать, и тоже бросите трубку. Нет, нет, я никому не говорю. Нет, не бросите, точно не бросите. Точно не бросите? Я не буду ничего задавать, да, вы говорите, да, такие вопросы, ну что ж, контакт. Давайте тогда познакомиться с вашей организацией. По какому адресу вы находитесь? Малописковский переулок, дом 8. Какой еще Малописковский переулок, дом 8? Не Малописковский, а Малописковский переулок, вы неправильно говорите. Хорошо, дальше какой вопрос? Ну и еще тогда, мне вот очень важно узнать, в каком отделе вы работаете, кто у вас начальник, руководитель. В каком плане, в каком отделе, я лягусь с менеджером, да, то есть она, то есть финансовая, у нас... Ну, вот в каком отделе вы работаете, кто у вас начальник, да, вот я же буду узнавать, потом все разузнаю, вы там действительно работаете или нет, позвоню, узнаю. Хорошо. А позвоните куда? Газпром, конечно же. Ну, а вы сейчас с кем общаетесь? А, хорошо, ладно. Зайдем с другой стороны. Какая форма собственности у вашей организации? Ну, я же... Хорошо, смотри. Какая форма собственности у вашей организации? Отвечайте. Я вас услышал. Слушайте, я на допросе или что? Нет, вы не на допросе. Вы просто должны ответить на мои вопросы, чтобы я убедилась, что вы действительно тот, с кого вы себя выдаете. Форма собственности и так далее. Я, смотрите, я лягу последним, конечно, у вами, да? Вы форму собственности не знаете? Назовите мне ИНН. Хорошо, я должен это знать или что? У вас этот номер должен висеть на компьютере, за которым вы сидите. А может быть даже не сидите. Хорошо, а вы работали в такой компании или что? Я не могу понять просто. Вы не знаете ИНН, да? Вы не знаете. Подождите, вы работали в этой компании? Подождите. Так, хорошо. Тогда какие услуги оказывает ваша организация? Чем вы занимаетесь? Инвестициями. Инвестициями. Хорошо, расскажите мне, какими инструментами вы пользуетесь? Ну, абсолютно разными. Хорошо, давайте будем отталкиваться от того, какие инструменты вы знаете. То, что я вам назову какие-то инструменты, это вам ничего не даст абсолютно. Расскажите мне, расскажите мне, какими инструментами вы пользуетесь. Ну, лично я какими инструментами пользуюсь или что? Вы, молодой человек, заблуждаетесь. Вы звоните мне лично или от компании? Я вам звоню от компании. Зачем тогда вы на себя перетягиваете лямку? Я с вами не хочу быть знакома. Я с вами не буду встречаться. И мне неинтересно, где вы живете. Мне тоже. И мне тоже неинтересно, где вы живете. Тогда давайте разговор вести от вашей компании, где вы работаете. Да, смотрите, у каждого специалиста свои инструменты. Все пользуются разными инструментами. У каждого специалиста свои инструменты? Да, да. Отлично. Расскажите, какие инструменты у вас? Ну, хорошо. В каком плане у вас? То есть я же вам объяснил, что все занимаются... Какими инструментами вы пользуетесь, ваша организация? Алло. Алло. Субтитры сделал DimaTorzok